На юго-востоке Украины завершился новый обмен пленными. Накануне Киев передал солдат ополчения, которые находились в плену около года, и сегодня ополченцы отпустили бойцов украинской армии. Обмен по формуле «всех на всех» согласно минским договоренностям предполагает передачу равного количества пленных с обеих сторон. Однако на этот раз в ряды ополченцев вернулись 12 человек, а украинская армия пополнилась 11-ю. Репортаж Дмитрия Акинченко. Рассказывайте, ребят, ну каково оно? Ну что, нормально, нормально. Главное дома. Как и все остальное, то прибудет. Усталые лица, но глаза счастливые. Они вернулись в родной Донецк. Автобус везет их глубокой ночью. Теперь уже бывшие пленные жадно всматриваются в знакомые дома и улицы. Слишком долго они здесь не были. Кто-то год, а кто-то и больше. Что с ними происходило все это время в плену, рассказывают скупо. Сидели в Запорожье в СИЗО, сидели в Мариуполе в СИЗО. Сидели в контрразведке, в ямах сидели, в батальоне сидели. По-разному. Обращались по-разному. Сидели люди разные. Кто-то бьют, кто-то кормят, кто-то лечат. Били всех. Это установили медики уже после тщательного осмотра. Впрочем, следы пыток у многих заметны и невооруженным глазом. Как, например, наспех замазанной зеленкой язвы на запястьях этого ополченца. Чем это его так он не говорит. Вспоминать не хочется. Сейчас в себя надо чуть-чуть прийти хотя бы. Если честно, и сейчас не верится, что вы так вырвались откуда. Их поменяли после долгих переговоров, которые то и дело заходили в тупик. Обмен впервые проходил по новой схеме. Сначала пленных возвращает украинская сторона. И лишь после того, как подтвердится, что это действительно ополченцы, а не случайные гражданские, как это бывало уже не раз, представители самопровозглашенных республик передают украинских военнопленных. Для гарантии того, что мы получим, те, кого мы заявили, которые нам должны передать, такой формат мы установили. 12 человек с одной стороны, 12 с другой согласовывали каждую фамилию в списке. Сейчас, по некоторым данным, не менее 450 ополченцев остаются в плену. Количество украинских военнопленных пока не разглашается. Но их тоже сотни в Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о готовности произвести обмен по принципу «всех на всех», как это и записано в минских соглашениях. Однако представители Киева от такого формата, несмотря на подписанные договоренности, отказываются. Украинскую сторону все время не устраивал список обмена. Дайте нам другого, а вот этого нам не интересно. Ребята являются жителями Украины. Неужели есть какой-то градации и неуважение? Кого-то мы будем забирать, кого-то мы не будем. Передача украинских военнопленных утром, как и договаривались, 12 человек. Однако уже перед самой отправкой один из участников обмена отказался возвращаться. Я житель Донецкой области города Горлок. Я хочу домой. Я хочу в Горлок. Это заявление он сделал в присутствии представителя украинской стороны, который возражать не стал. Владимир Владимирович, по факту вы забираете 11 человек. 12-й отказывается ехать. Вы знаете такое правило. Мы ничего не нарушаем. Ни вы, ни я. Мы против воли не перевозим людей. Мы давно с вами это решили. Если у нас появляются... Как с моей стороны, так и с вашей. Да. Вместо отказавшегося возвращаться, представители провозглашенной республики предложили забрать другого пленного офицера. Он стремился попасть домой, однако с украинской стороны отказались. В утвержденных списках нет его имени. Более того, о том, что этот человек находится в плену в вооруженных силах Украины, как выяснилось, до последнего момента даже не знали. Его личность удалось довольно быстро подтвердить. И даже передали ему привет от родных. Но это все, что смогли сделать. У нас дела все же будет защитить всех. И вас в том числе. Думаю еще. Политика. Выборы ускоряют. Под выборы захотят сделать какой-то подвиг. Наши политики захотят. Один из таких подвигов для них будет. Это ваше освобождение. Но без политики не получается в нашей стране, к сожалению. Последние формальности и на украинскую сторону в итоге отправляются 11 человек. На блокпосту ополченцев последнее напутствие уезжающим. Никогда не возвращаться обратно с оружием в руках. Не сделать нечего. Ребята, сидите дома. Господа. Михаил Акинченко, Рушан Умяров, Антон Степаненко, Христина Иванова. Первый канал.